Всё это лето марка Mercedes-Benz проводила вебинары, по капле раскрывая новый S-класс. И вот, наконец, случилась сама премьера. Несмотря на большой объём уже известной информации, поводы для удивления всё-таки нашлись. Первый — это дизайн кормы, поразивший треугольными фонарями. Если бы не форма задней оптики, то внешность нового флагмана была бы вполне ожидаемой. Хотя, например, выдвижные ручки дверей проглядели даже фотошпионы. Впрочем, при желании можно заказать традиционные ручки. И вообще, седан традиционно предлагает массу опций. Это касается даже фар. Топовый вариант умеет не только менять форму светового пучка, но и проецировать на дорогу предупреждение. То, что традиционную центральную консоль заменит огромный тачскрин, было объявлено заранее. Однако, смотрится такое решение, избавившее салон от 27 физических кнопок, всё равно дерзко. Шесть экранов, включая панель приборов и проекционный дисплей, плюс новые задние сидения, и хитрая фоновая подсветка секретом не были. А вот то, что через полгода станет доступен автопилот третьего уровня, сказано только сейчас. К примерному показу под капотом S-класса успели прописаться только рядные шестёрки. Но через время обещаны моторы V8 и V12, а также подзаряжаемый гибрид. На некоторые рынки вдобавок выйдут версии со скромными рядными четвёрками. К слову, из всех представленных сейчас вариаций, привод на задние колёса имеет только наименее мощная дизельная модификация. Для неё полный привод – опция, а для всех остальных – штатное оснащение. И это хорошо. О том, что 223-й кузов будет заметно крупнее предшественника, можно было догадаться по заранее заявленному полноуправляемому шасси. Но реальность превзошла все ожидания. Новый Mercedes получился просто огромным. Оценить габариты живьём первыми смогут жители Германии. У тамошних дилеров новинка появится под конец декабря. Ну а всем остальным придётся дожидаться наступления 2021 года. За это время конвейер нового завода, построенного ради выпуска флагманских моделей, должен разогнаться на полную катушку. Хотя как такового конвейера там нет. Его функции выполняет платформа-беспилотники, передвигающаяся между постами.